Кадакан представляет Араи Титзуру, пятый дан. Чемпионка Олимпийских игр в Токио 2020, чемпионка мира в Будапеште 2017, чемпионка мира в Баку 2018. Учимата Сейчас я объясню, как проводить Учимата. По моему мнению, главное в Учимата – это то место, где мы берем захват за отворот. Обычно я беру захват в районе ключицы соперника. Во время поединка бывает трудно взять захват за рукав соперника под локтем. Где вы возьмете рукав, зависит от дистанции между вами и соперником. Я же всегда помню основную форму, последовательно изучая и овладевая техникой. Поэтому в практике Учикоми и Нагикоми я стараюсь жестко удерживать рукав под локтем соперника. Захватив оба захвата в нужной позиции, я затем начинаю работать ногами. Я стараюсь сделать первый шаг вперед, как бы создавая форму треугольника. Используя свою и ноги соперника. Разворачиваясь с помощью второй ноги, не стоит делать ей слишком глубокий шаг. Вам достаточно поставить ее просто за своей опорной ногой. Теперь о том, как делать замах ногой, чтобы совершить бросок. Некоторые дзюдоисты делают очень глубокий вход в Учимата, пытаясь своим тазом и бедром подбить соперника. Я же всегда стараюсь подбить внутреннее бедро соперника задней стороной своего бедра. И таким образом провожу бросок. Я отрабатываю ноги коми, лишь будучи уверенной в правильности обоих захватов и в позиции своих ног. А также учусь выполнять Учимата, овладев базовыми формами и последовательностью действий в Учикоми. Из Оучигари в Учимата. Одна из практикуемых мною комбинаций для Учимата выглядит так. Сперва я пробую провести Оучигари, цепляя изнутри колена соперника своей икроножной мышцей. Когда я это делаю, соперник пытается защититься от Оучигари, пытаясь отвести свой таз назад от меня. И в этот момент я провожу Учимата. Важный момент при переходе к Учимата состоит в том, как развернуть опорную ногу, когда вы делаете Оучигари. Я удерживаю свой центр тяжести, вращаясь на большом пальце опорной ноги и разворачиваю таз вперед. После попытки провести Оучигари и удерживая центр тяжести на большом пальце своей опорной ноги, я поворачиваю туловище, дабы от Оучигари перейти на Учимата. Ахлоражей перейти на Учимата. Учимата. Продолжение следует... От Коучи Гарри, Вучимата. От Коучи Гарри, Вучимата. От Коучи Гарри, Вучимата. Когда держала соперника в захвате в симметричной стойке. В таких условиях очень трудно провести Оучи Гарри, как раз из-за дистанции между нами. Поэтому я отшагиваю в сторону, чтобы встать прямо перед соперником. Чтобы сдвинуться в сторону, мне необходимо вывести соперника из равновесия. Просто сдвинувшись в сторону, я не смогу вывести соперника из равновесия. Поэтому я пробую подцепить его ногу изнутри. Проводя Аши Ваза, в этой последовательности центр тяжести соперника и его взгляд будут направлены вниз. Так что я пробую переместить свои плечи в сторону в тот момент, пока соперник смотрит вниз, наклонив свое туловище, потеряв равновесие. Очень трудно быстро переместить плечи в сторону. Но я могу очень быстро оказаться прямо перед соперником, сместившись в сторону, делая вот такие движения плечами внутри кимоно. Как вы можете увидеть, я не делаю широких шагов, но смещаюсь верхней частью своего туловища в сторону и в то же время слегка подбиваю ногу соперника. Выполнив слитно это действие, я могу мгновенно оказаться перед соперником. И как только я оказываюсь перед ним, то пробую провести учимата. Учимата в асимметричной стойке. Учимата в асимметричной стойке. Сейчас я покажу, как проводить учимата в асимметричной стойке. Это та дистанция, которая нужна между соперником, чтобы провести учимата. Как и в случае с асимметричной стойкой, мне нужно сдвинуться в сторону, чтобы оказаться прямо перед соперником. Я расслабленно смещаюсь в сторону, не закрепощая свое тело. Важно, чтобы ваше тело как бы скользило, перемещаясь в сторону. Используя движения плечами и пружиня ногами, я в этот момент как бы разгоняю свою энергию. Я начинаю движение с левой ноги, перемещая ее вперед в сторону. И поскольку я в асимметричной стойке, то делаю шаг левой ногой. А затем дошагиваю правой, чтобы оказаться перед соперником. Таким образом, шагая вперед, я перемещаю свое туловище в сторону. Пружиня ногами и двигая верхней частью туловища в сторону, я делаю шаг вперед левой ногой. Затем делаю шаг правой. Продемонстрирую полную последовательность этих действий. В асимметричной стойке я пробую провести учимата после того, как оказываюсь перед соперником в такой последовательности. Вот так вот, вот здесь учимата, в таком виде, я перемещаю. Таким образом, я пробую провести учимату. В асимметричной стойке Из Оучигари в учимата в асимметричной стойке. В асимметричной стойке соперник часто держит руку прямой, Либо выгибает ее дугой, чтобы сохранить дистанцию. Когда соперник держит захват с выпрямленной рукой и контролирует дистанцию, у меня не получается легко сократить дистанцию, используя только грубую силу. Да к тому же, мне будет сложно вставить свой локоть над его вытянутой рукой. Я пробую поменять захват, перехватив снизу. Но соперник может блокировать мою попытку, сгибая локоть. И у меня не получится изменить эту ситуацию. В этих обстоятельствах я пытаюсь использовать свое плечо, как бы толкая свою грудь вперед. Так как мы оба будем крепко держать захваты, я не смогу потерять свой захват. Фишка в том, чтобы сместить руку соперника немного вперед. Я двигаю плечом, как бы смещая ее руку со своей ключицы немного внутрь. Это действие создает некоторое пространство между нашими захватами за отворот. Так что теперь я пробую сократить дистанцию между соперником, используя это пространство, и начинаю оучигари. Затем переключаюсь на учимата. Можно, конечно, напрямую провести учимата. Но для того, чтобы вывести соперника из равновесия, намного легче сперва применить оучигари, а затем переключиться на учимата. И так вы можете избежать применения учимата в неподходящей позиции. Я пробую сдвинуть верхнюю часть туловища в сторону, чтобы создать некоторое пространство между захватами с вытянутыми руками и вывожу соперника из равновесия с оучигари, переключаясь на учимата. Мои коронные приемы это оучигари и учимата. При овладении этими приемами вы должны учиться их эффективному применению в поединках. На раннем этапе овладения приемами важно тщательно изучать основные формы и последовательности этих техник. Затем вы могли бы опробовать эти приемы различными способами в рандоре. Ваши соперники могут сопротивляться и противодействовать вам. Тогда вы могли бы рассмотреть причины, по которым ваши приемы не настолько хороши, и опробовать их применение более эффективным способом. Вместо того, чтобы отрабатывать эти приемы стоя на одном месте, применяйте ашиваза. Двигайтесь, перемещайтесь назад и вперед, влево и вправо. Повторяйте все действия снова и снова методом проб и ошибок до того момента, пока вы не достигнете уверенного броска. Это то, как я овладевала оучигари и учимата. В основном я пробовала использовать ашиваза приемы ногами, но не стоит концентрировать свое внимание, используя только левую ногу, если вы левостоечник, или только правую ногу, если вы правостоечник. Я всегда стремилась отрабатывать основные формы и последовательности в учикоме, и благодаря этому в равной степени использую теперь левую и правую стороны ваша ваза. Изучая и овладевая различными последовательностями, вы будете в состоянии сделать вашу ашиваза более адаптированный под различные защитные или иные действия соперника. Вы сможете выполнять ашиваза более эффективно, если будете комбинировать, используя ноги и верхнюю часть туловища. Будет сложно выполнить выведение из равновесия, используя лишь ашиваза. Поэтому я применяю ашиваза, задействуя верхнюю часть туловища и выводя соперника из равновесия. Применяя ашиваза в кумите, я могу создать переход в более выгодное положение для себя. Я всегда старалась отрабатывать приемы в обе стороны. Это моя стратегия тренировок и для других техник. Я редко применяла свои непрофильные приемы в соревновательной карьере, но это скорее всего было связано с тем, что я просто не могла их выполнить. Я, например, отрабатывала саюнаги или япон саюнаги, выполняя эти приемы в обе стороны в учикоме. Я могла применять эти техники, контратакуя соперника или защищая себя от них. Я пробовала практиковать самые разные приемы с четкой целью, чтобы противодействовать соперникам во всех направлениях.